МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Другие реальности». Сегодня вы узнаете о космических ритмах и циклах, о истории развития Крыма и всего человечества, тайной доктрине и её авторе, о подземных крымских пирамидах, способах работы со временем, новых книгах и о древней цивилизации майя. Бесчётное количество раз на протяжении эволюции Вселенной начинались и завершались различные циклы. О том, что Земля подходит к новому эволюционному витку, знали пророки Востока и учёные Запада. Все они со своих позиций говорили о влиянии космоса на жизнь и деятельность человека. Кстати, древняя цивилизация майя, существовавшая в I-VIII веке н.э., уже имела знания о космических циклах и ритмах. В них говорилось, что каждая человеческая эпоха живёт под влиянием определённого луча, исходящего из центра галактики, который и определяет характер исторической эпохи, её ценности и приоритеты. По их мнению, мы живём в последнем отрезке человеческой истории, который длился 5200 лет. О том, что будет дальше, древние майя умолчали. На Земле постоянно происходят перемены. Наша цивилизация далеко не первая на этой планете. Об этом говорят многие факты и открытия, которые никак не встраиваются в мозаику величественных картин мира, нарисованных нам традиционными религиями. Это и давно известная, но так до конца и непонятая пирамиды Земли, и затерянная в джунглях руины величественных городовых рамок, необыкновенные способности детей нового поколения и многое другое. То и дело, нарушая давно устоявшиеся законы, выходя за рамки здравого смысла, эти факты заставляют нас задуматься над тем, кто мы, откуда, куда мы идём. Так какой же мир на самом деле? О том, что об этом думали майя, мы узнаем чуть попозже. А сейчас мы познакомимся с тем, как видят историю развития человеческой цивилизации наши современные учёные и писатели. Валерий Воронин Валерий Воронин – популярный крымский писатель, живёт и работает в Балаклаве. Его произведения – это исторические романы-хроники, повествующие о тайнах Земли и всего человечества. Они непременно связаны с Крымом, Севастополем и его окрестностями. В основе написанных романов лежат древние знания, проявленные человечеству в виде знаков и целых духовных систем. Мы сейчас находимся в Балаклаве, известный город с очень древними традициями. В историческом плане можно сказать, что Балаклава является одним из древних очагов человеческой цивилизации. Около 10 тысяч лет назад сюда пришли сияющие. Если быть более точным, это те, кто в Египте назывались богами, а более полное их название, общее название – сияющее. Те существа, которых мы называем богами, когда-то были реально существующими личностями, только обладавшими, с нашей точки зрения, сверхвозможностями. В египетской традиции они получили имена Исиды, богини божественной любви, Дота, бога мудрости и луны, Хадхар, покровительницы искусств, Гора, бога света и других. Возможно, что известные нам главные боги различных культур по сути были проявлением одних и тех же архетипов или энергий, только называемые в зависимости от традиций разными именами. По мнению писателя Валерия Воронина, развитие человечества – это продвижение духа и интеллекта сияющих, известных нам как египетские боги. На их пути встречается судьбоносный перекресток – остров Алатырь, остров Анхарта, известный нам через многие тысячелетия как полуостров Крым. А также бухта Сюмбалон, бухта предзнаменований, ныне Балаклавская бухта. Они приплыли сюда после одной катастрофы и создали здесь первый настоящий крупный очаг человеческой цивилизации. Они это место давно избрали, ибо оно еще более древнее. Оно связано с предыдущей цивилизацией, которая из Платона нам известна как Атлантида, а более правильное название его – это Руссия, потому что здесь жили русы-великаны, русы или русы-аргусы, то есть те же самые Атланты. И вот здесь находится при выходе из бухты духовная система Кола, которая, собственно говоря, с русами-аргусами была связана на 100%. Кто сказал, что истину нужно искать только в книгах Карлоса Кастанеда или Пауло Коэлли? Хранимая в тайниках наша отечественная история, сакральное знание настолько глубокие и всеобъемлющее, что и хватит на переустройство всего мира. Нужно только быть готовыми их принять. Те же, кто открывает нам дверь в Иноя, при всём многообразии своих взглядов имеют одно сходство – они верят в то, что истина постижима, но отдельные её аспекты разбросаны по всему миру. Нужно всего лишь собрать их воедино. Наша знаменитая соотечественница Елена Блавацкая сделала колоссальную попытку объединить и синтезировать имевшиеся на тот момент знания, касающиеся различных сфер человеческой деятельности, не только современных ей, но и знаний предшествующих эпох. Тот, кто хоть раз открывал её фундаментальный труд «Тайная доктрина», не может не отметить высокий научный уровень этого труда. Один лишь перечень наименований основных частей «Тайной доктрины» – космогенезис, космическая эволюция, эволюция символизма, антропогенезис и так далее – говорит о глубочайших знаниях автора в различных областях. Она свободно и аргументированно дискутирует с любым специалистом и каждый свой довод обосновывает ссылкой на первоисточники. А также говорит о том, что какими бы разными ни казались соответствующие доктрины и системы прошлого, их можно хорошо согласовать друг с другом, если исследовать их внутреннюю эзотерическую сторону. В первом томе «Тайной доктрины» на основе древних текстов утверждалось о появлении и исчезновении Вселенной, и процесс этот был назван «дыханием и выдыханием». Миллиарды небесных светил, включая и нашу Землю, следуют общему пути развития, и эта нескончаемая эволюция не прекращается ни на мгновение. Человечество эволюционирует на планете, переходя из одной расы в другую, затем покидает Землю и воплощается на следующей планете. Эти циклы составляют миллионы и миллиарды лет, и человеческому разуму трудно представить такой период времени. Что касается длительности разных циклов, то здесь нет единого мнения, есть много различных предположений, которые и пыталась проанализировать и сопоставить Елена Блавацкая. Сама Елена Петровна обладала необычными способностями. Ее окружали постоянные стуки, движения, она могла извлекать звуки музыки из ниоткуда, предсказывать события. Но все это было не главным, а сопутствующим, что, кстати, потом мешало ей, так как охочая до необычного публика в первую очередь просила о чудесах. Главное в ее жизни было распространение между людьми всех сословий и рас веры в единство духовных сил человечества, познание теософии, древнейшей религии разума. Конечно, жизни и труды Елены Балавацкой требуют гораздо больше внимания и осмысления. Но мы постараемся хоть немного в рамках отведенного нам времени прикоснуться к этой удивительной женщине, женщине-сфинксу, женщине-загадке и к ее огромному творческому наследию. Мы с вами опять находимся в Крыму, который дарит нам не только красоту, тепло, радушие, прекрасный отдых, но и удивительные тайны, касающиеся не только крымского полуострова, но и всего человечества. 2001 год подарил нам сенсацию. В районе Севастополя была обнаружена подземная пирамида. Здесь была обнаружена одна из 39 подземных крымских пирамид. Высота этой пирамиды составляет 45 метров, длина основания 72 метра. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса 146 метров, длина основания 230 метров. Но наши крымские пирамиды гораздо древней египетских. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok